Всем привет! Сегодня мы будем готовить молочный ломтик. Я буду готовить из рецепта от одной женщины, из инстаграма я увидела рецепт. Поэтому давайте я вам скажу сейчас рецепты. 250 граммов мягкого творога у меня есть 5% и 0,1%. Я не знала, какой, поэтому я взяла. Потом 6 граммов... А, нет, это для начинки. Ну, давайте сначала начинку скажу, потом бисквит. Потом 6 граммов желатина. Я не знаю, сколько тут граммов, будем усилия спрашивать. Ложкой будем мерить. Потом... Так, я потеряла. 50 граммов кипятка надо чайник поставить. Хотя... Не, он и так кипячен лежит. Сахар по вкусу... Ну, я буду добавлять сахар, он у меня тут лежит. Потом бисквит. 4 яйца. 30 граммов кукурузного крахмала или муки. Я хотела взять картофельный крахмал. Нет, я хотела взять кукурузный крахмал, потом оказалось то, что это картофельный крахмал. И поэтому я решила лучше муку взять, вот тут мука. И потом... Где это? Я опять потеряла. А, 50 граммов темного какао. Я не знаю, это темный или нетемный, но это необычный какао. Потом 1 чайная ложка разлохлителя. Ну, с этим будет легко, потому что серийная спрашивать. Вот тут. И потом сахар по вкусу. У меня 60 граммов сахара плюс 10 граммов ванильного сахара. У меня вот. Потом я взяла вот эту штучку. Я не помню, как называется. И вот. Сейчас она... Что она делает? Белки взбиваем до крепких пиков. Не знаю, что это такое. Так, белки отделяем, значит, желтками. Тут у меня будут белки, а тут у меня будут желтки. Либо где-нибудь в другом месте не смешать. Не, я, пожалуй, смешаю тут. Я сейчас буду отделять. Так, куда мне положено? Ну, буду на стол класть, потом буду вытирать. У меня все будет руками, потому что я не умею подругаться. А, хотя... О, он распался. Надо, чтобы он не упал, а то я испорчу. Так, немножко он упал. Надо будет достать, а то как-то будет хорошо сбываться. Лучше я буду руками делать, потому что... Чтобы я не рисковала. Ну, в общем, что-то у нас пойдет не по плану. Пупки эти я не убираю, которые белые, потому что... Не знаю почему. Ну, зачем туда ловить руками. Я думаю, в принципе, я всегда говорю... Ну, как обычно все у меня начинается. Будем руками доставать. Кто сейчас едят, извините меня. Либо можете перемотать. Так, и еще у нас последняя осталась. Вот так выделим. Я видела, есть специальные штучки, которые... Не знаю, как это называется. Такие ситечки для желтков и белков. И у меня его нету, поэтому я пока так делаю. Потом надо будет взбить. Так, в итоге я четыре яйца высыпала в лёд. Сейчас будем выкидывать это все. И потом выкидывать. И так все, если я думала, не надо выкидывать. Либо выкидывать. Либо выкидывать. Либо выкидывать. Либо выкидывать. Либо выкидывать. Так, теперь белки взбиваем для... Да. Каких пиков? Ой, у меня тут испачкался телефон. Вы теперь знаете мой пароль. Так. Это где? Белки взбиваем до крепких пиков. Желтки смешиваем со всеми ингредиентами вилкой. Странно. Надо было там, наверное, делать это. Ну, потом перебью. У неё две вот эти штучки. Я не знаю, как он называется. У меня одна. Поэтому, не знаю, как он бьется. Буду взбивать. Оказывается, надо было еще добавлять плюс к этому сахар. Постепенно. И взбивать до... До... О! Не знаю, как называется. Пиков каких-то. Вот. И я, в общем, сейчас буду добавлять сахар. И буду взбивать. Еще немножко осталось. Я думаю, минут пять. Я, наверное, минут 15 все делаю. Ну, получается, 20 минут, правильно? Муся, ты хочешь тоже приготовить? Ты готовить хочешь? Продолжение следует... Давайте посмотрим, сколько сейчас. Сейчас посмотрим. 60 грамм. Сейчас надо Сергей спросить. Сергей, сколько 60 грамм сахара в чайных ложках? Хорошо, вот что мне удалось найти в интернете. Ну как вы думаете, сколько? Не знаю, сколько. Давайте еще раз спросим. Сири, сколько 60 грамм сахара в столовых ложках? Вот что мне удалось найти в интернете. Ну давайте посмотрим в сафари. Что-то не грузится. Что, мне рецепт какой-то открывают? Странно. 60 грамм сахарного песка. Это сколько столовых ложек? Чайная, сахар 5 грамм, соль. Что такое? Ничего не понимаю. Как вы думаете, сколько? Ладно, буду разбираться и потом вас заново включим. Я поняла. Получается, одна чайная ложка, ой, одна столовая ложка сахара, это 20 грамм. Получается, 20 умножить на 3 будет 60. Знаете, какие 60? Ну в общем, да, 60. Получается, 3 ложки надо сахара. Ну я думаю, я больше добавлю. А, там, кстати, без горки не писать. Ну я с горкой добавлю, я все равно сахар люблю. Давайте добавим вначале 2 ложки, потом мы еще одну добавим, потом. Сейчас буду взбивать, смешивать. Я не знаю, куда ушел сахар, но его не видно. Так быстро что ли он мог вспитаться? Ну я прям вот без всяких, не знаю, может быть яйца, ну яйца 100% не испорчена, потому что они новые. Я думаю, вот видите, тут какие-то неоднородные массы. Но это и до этого, и до сахара было. Я думаю, сейчас еще минут 5 смешаю. Не, не 5, ну пусть будет, одну минуту еще сделаю. И потом буду уже в дальнейшей действии делать. Так, сейчас с вами добавим мы еще одну ложку и еще одну... Нет, подождите, сколько там было написано? Ваниль и сахар надо, как вы думаете, добавлять? Ну я не буду добавлять. Значит, оно мне понадобится, мы его откладываем. Не, уже более однородная масса стала. Теперь вот так вот делаем, и она более-менее чистая. Так, теперь берем, вот она нам не понадобится. О! Испугалась. Куда положим? Вот сюда будем класть. Удаляем вот эту штуку. Не знаю, может быть, она потом понадобится. Нам понадобится гинька, удобная. У меня она вот такая большая. У меня есть еще маленькая, но большую возьму, чтобы удобнее было. Так, берем желтки. Лопаем их. Мне очень нравится так делать. Слаем с кукурузным крахмалом. Кукурузного крахмала у нас нету, поэтому добавляем муку 30 грамм. 30 грамм, как вы думаете, сколько муки? Сири, сколько столовых ложек 30 грамм муки? Вот что мне удалось найти в интернете. Разные сайты какие-то открывают. 20 грамм, ой, реклама. Зачем мне зубы открывают? Мне зубы не нужны, мне тут готовка нужна. Импуанты мне показывают. Я наконец-то разузнала, и это получается 30 грамм муки. Это одна столовая ложка с горкой. Интересно, это считается за горкой? Наверное, слишком очень большая. Это какая-то гора уже, а не горка. Вот так, я думаю, нормально. Мне видите, что-то с ними тоже. Она уже везде побывала, наверное. Так, мука, значит, нам больше не понадобится. Мы будем смешивать. И там нужен какао. Сколько добавляем какао? 50 грамм темного какао. Ой, 15 грамм темного какао. Это сколько? Ну, если мы муки, получается, одна столовая ложка. Добавим одну. Давайте одну чайную ложку добавим. А тут нету чайную ложку, придется. Вот у меня, видите, в коробочках. Ой, не коробочках. Давайте так. Чтоб сладко было. Это мы еще готовим. Бисквит еще. Ой, все, вывалилось. Еще бисквит мы готовим. Потом нужна одна чайная ложка разрыхлителя. Это немного, случайно. У него все однородная масса была. Ну, значит, будем смешивать. Не очень красиво получилось. Давайте не одну чайную ложку. Ну, я думаю, хотела? Давайте так, да, ладно. Ладно, сейчас не перелить. Ой, не пересыпать. Так, вы думаете, столько достаточно? Я думаю, столько достаточно. Так, когда разрыхлитель тоже нам не больше не понадобится. Ну, получается, все. Ну, получается, все. И смазать маслом. Хорошо смазать масло, там написано. И потом вот это все смешать. Вот это и это. Это тоже, я думаю, долго надо придется смешать. Наверное, минут пять. Минут пять. В итоге я мешала минут, наверное, три минуты. И получилась вот такая однородная масса. Теперь надо смешать вот этим. Это, получается, будет бисквит. Так, это нам не понадобится больше. Будем вилкой смешивать, потому что там тоже вилка смешивает. Ой, это что? Это я не доменьшала. Ну, я думаю, у нее так же было вроде. Вот так вот я взбила. Я думаю, так и надо было у нее так же. Я потом остатки возьму и достану. Я даже не знаю, как делать, мешать, чтобы было однородно. Так что ли? Ой, как не получилось. Ждется мешать долго. Надо было они бросать. Сейчас я тогда помою и говарень буду делать. Берем вот так вот. Потому что я уже убрала. Берем вот эту штучку. Тут она закрепилась. Включаем в розетку. Надеюсь, уменьшается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, давайте так сделаем. Сейчас оставим. Потом сама пусть смешается. Потом еще раз смешиваем. А сейчас мы будем готовить противень. Я уже поставила кипяток с чаем, чтобы сделать кипяток. У меня такой противень весь грязный. Но он нам пока не будет ничего мешать. Мы берем тут, у меня неровно порезано. И застилаем ножницами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте порежем. Хотя какая разница. Так будет слишком. Я знаю! Нам не понадобится пергаментная бумага, потому что у меня есть. Сейчас я вам покажу. Я, походу, потеряла. Нет, я не потеряла. Вот она. Там, где лежала, там лежит. Вот. Такая вот штучка. Из фикс прайса. Надеюсь, только хватит. Либо давайте еще постелим. Переганнуть на плюс. Либо будет фигня какая-то получится. Хотя давайте, давайте все-таки сделаем так. Так, это интересно хватит. Ждется, наверное, на два раза. А, хотя я придумала. Хотя, вот так. Оставляем немножко. Место. Она, я думаю, нам еще понадобится. И потом мы смажем маслом. Оказалось, то, что растительным не надо, поэтому мы будем смешивать не растительным. Либо, как вы думаете, вот этим будем выливать. Вот такая у нас пергаментная бумага, испорченная стала. Вот так вот у нас получилось. Давайте мы еще не снимем. Да, хорошо, что мы оставили место. Вот так. Я надеюсь, ничего плохого с этим не будет. Берем, хотя, может быть, надо же, даже не понадобится. Но давайте вдруг сделаем. И немножко вот так вот прислоним. Чтобы наверняка уж. Берем вот эту штуку. Она у меня прям уж из холодильника, поэтому может даже и не мазаться. Так, куда положим? Иду сюда положу, и вот сюда. Я возьму сейчас, у меня есть вот такая штучка. И там куча всяких штучек. Я не знаю, как они называются. Давайте выберем. Давайте выберем красную. Чайник уже скипел. Поэтому мы его выключаем и будем делать его желательно. Что-то не то. Давайте лучше возьмем такую рыбку, она мне очень нравится. Переложим туда и положим в кроваловку. Наверное, на минуту. О, не на минуту, какие минуты, вы что? На секунд десять. Потом решим. Вот столько. Там написано, что прям вот хорошенько-хорошенько. Потому что, вы представляете, если приклеится, это вообще будет ужас. Ставим на минуту десять. Ой, какие минуты? Я взяли на руку. Десять секунд. И пусть оно делается. У меня вот такая штучка. Ножик ставим вот туда. Смотрите, какой у меня получился. У него такое же было примерно. Достой, ну смотри, ну... Вот так вот выглядит. Я думаю, столько хватит. А если у вас еще стояло, если бы вы прям не сразу сняли, с холодильникой начали класть в микроволновке, то бы вообще будет круто. Достой. Yay. Постой. Ну. Пока. 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 Берем и выливаем эту штуку. Я думаю, это нам уже не понадобится. Давайте посередине, хотя давайте вначале вот так будем двигаться. Очень получилось прикольно. Полтит. 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 Продолжение следует... И вот так вот делаем. Я уже смешала до однородной массы. Ну, не до однородной массы, я не помню, как называется. Вот. Ой. Вот. Вот так вот получилось. Даже не знаю, жидко либо не жидко. Скорее всего, нет. Вот так вот, красиво получилось. Сейчас надо будет поставить в духовку на 15 минут. Вот. Для начинки нам понадобится 6 грамм желатина. Я прогуглила, и получилась 1 чайная ложка, и плюс еще 1 чайная ложка, только половина чайной ложки. Ну, сами прогуглите, я не знаю, как поместить. Потом кипяток нам понадобится. 50 грамм кипятка. Вот столько. Вот, видите, тут 100 грамм, и тут вот эта смесочка. Так, высыпаем. Давайте я нормально открою. Одна чайная ложка и половина. Вторая, нам не 2 надо. Говорит, агентик 2. Мы сейчас... Ой, надо еще узнать, сколько. Как, а как сделать? Давайте перельгем. Насколько оставить. Давайте просто так оставим. Пусть она сама там как-то делается. И надо узнать... Так, и еще нам понадобится 3250 грамм творога. У меня точно такой же творог, как у него в видео. Там, ну, кроме жирности, 125 грамм в одной штучке. Я возьму 2 творога. Вот, видите, у меня скидка была, потому что срок годности кончался. Негкий творог смешиваем с желатином и посластителем. Интересно, а на сколько надо оставить. До растворения. До растворения. Это надо, чтобы он растворился. Интересно, надо ему и помогать растворяться. Я боюсь то, что я мало налила желатина. Может быть, еще налить? Давайте еще немножко нальем. Ну, ничего же не будет. Вот. Либо вдруг в интернете неправильно написали. Потому что, смотрите, у меня для меня была загадка. В одном пакетике это не открытый. 10 грамм. И получается, вообще тут совсем мало. У меня осталась, наверное, ну, четвертая, наверное, часть. И получается, да, наверное, нам неправильно сказали. Ну, в любом случае, получилось я, наверное, на твои чайные ложки даю. Ладно, давайте оставим где-то на минут 15, пусть у нас все может растворяться. Мы в итоге сняли корж. Ой, как это называется? Бисквит. Сняли. Поставили мы вначале на минут 15. Первые он грелся на 180 градусов. Потом он вообще ничего не делал. Поэтому мы поставили, наверное, на 200 градусов. И оставили на минут 10, наверное. И в итоге у нас сгорело. Ну, я думаю, так у всех. Потому что у меня, наверное, не равномерно распределилось все. В итоге давайте протестируем, как у меня тут лайфхак этот мой слабо-то. Так, вот тут вот, видите, протекло все-таки. Будем сейчас с вами снимать. Берем вилку. Ой, что-то у меня сейчас я разломаю, и все, и будет все плохо. Да, видите, как-то не очень. Как-то мне сделать так, чтобы... Ой, сейчас я тут обожгусь, наверное. Представляете, сейчас я сломаю все. Я не знаю, что делать. Очень вкусно. Видите, у меня тут очень тонкое. И оно, главное, не сгорело. А вот это вот сгорело, а вот то не сгорело. Давайте, наверное, возьму вот эту штуку. И буду так потихоньку делать. Я потихоньку сейчас не упаду. Не, все-таки, наверное, дождусь с помощью. Все. Вот так вот я переложила на доски. Берем ножики. Есть у меня одни такие ножики, они очень хорошие. Для этого дела они очень хорошо подойдут. Я уже несколько раз, наверное, раз в 50 вытестировала их. Они очень крутые. Я даже не тестировала, я на повседневной основе пользуюсь. Видите, все тут рано расклеилось. Ну, все-таки, часто я их использую. Берем, какой мы выберем. А давайте все протестируем. Хотя, ну, не надо. Давайте самый большой возьмем. Он вот такой. Сейчас я обрежусь, и вы будете знать, как без пальцев остаться. Представляете, я сейчас силиконовый коврик обрежу. Вот, видите, вот тут оно само уже обрезалось. Очень вкусно. Потом надо будет оставить на пропитку, когда я уже творог использую, нагрю туда желтый. Надо будет на 40 минут поставить в холодильник. Вот, теперь давайте края сделать. Это, я думаю, нам и так не понадобится, потому что оно, видите, прям сгорело. Можно будет потом из него что-то сделать. Ускорее всего я его кину. О, ничего себе, что это такие за ниточки. Это мы выбрасываем. Края мы обрезаем. Очень хорошо все-таки нож обрезает, в лишний раз убеждаюсь. Вот это уже, я думаю, можно съесть, вот эти вот крошки. Ну, я думаю, они у всех будут так, как именно краешки. Как-то я неровно уже порезала. Все, у меня начинается. Сейчас я неровно буду резать. Нет, давайте еще тут порежем на всякие кучи. А то вы представляете подгаренную. А то есть. Ой, тут смотрите какая-то... А-а-а, это, наверное, тут было то, что я не домешала, поэтому обязательно домешивать. А тут уже хорошо режет. В итоге, я не знаю, зачем я посередине порезала. Не надо посередине резать. Как так? Я что, это резала на столе? Ладно. Надо сейчас будет это отложить и потом сделать начинку. В итоге оставили мы на минут 40. Не знаю, так должно было получиться, либо нет, но у нее так не было. Оно, вот видите, такие комками стало. Но все-таки равномерно. Берем творог. Там надо было 5% брать. Он должен быть мягким. А я взяла 5% и, ну, как это называется, обезжиренный. Вначале засыпаем, выливаем обезжиренный. Давайте это уберем. Вот, видите, прям такая, как слайм. Ну, конечно, и завтра у нас будет как слайм. В итоге, с прошлыми вот этими силиконовым ковриком и с, не помню, как называется, затекла под силиконовый коврик смесь эта. Вот такой вот творог. Нам понадобится 250 грамм, 300 грамм. Получается, у меня два, как это называется, две коробочки, две упаковки по 125 грамм. И добавляем второй. Давайте вначале посмотрим. Я не представляю, как можно с желатином делать начинку. Но раз так сделали, мы же с вами тестируем рецепт. Хотя, в принципе, желатин же не дает никакой вкус. Но видите, какая красивая и хорошая консистенция. Очень прикольно. Если бы просто творог бы положили, такой бы консистенции, как я думаю, не было. А тут уже, видите, на крышечке мало. Еще больше я сделала. Вот. О! Придется опять вытирать. Видите, столько. Вот, вымешаем. Потом кладем на этот корж. Не корж, а бисквит. И кладем на 40 минут в холодильник. В итоге я решила добавить сахарную пудру. Видите, тут написано. Она у меня почему-то с комочками, не знаю почему. Давайте добавим. Не написано в рецепте, я думаю, не помешает. Будет сладко. Оказалось, то, что с обратной стороны тоже сгорело. Останусь я сегодня без бисквита. А может быть еще один бисквит сделать, как вы думаете? Да, уж, неожиданно. Так, видите, красиво выглядит. А так она обгорела. И второй кусочек тоже придется резать. Я думаю, тут уже не обязательно резать. Я надеюсь, будет это съедобно. Как вы думаете, что мне надо сделать? А у меня будет один большой, один мини. И ровно будет. Вот такой вот. Берем, кладем начинку. Берем, кладем начинку. Вот такие у меня получились бисквиты. Молочный ломтик он называет. Хотя я думаю, что он совсем не такой. Осталось у меня еще вот столько. Я думаю, для первого раза, если еще кто-то будет осмелиться готовить, я 100% не буду больше готовить. Потому что такой ужас получился. Надо совсем мало. Я думаю, одной коробки бы хватило бы. Очень хорошо было бы. Теперь ставим на 40 минут в холодильник, чтобы оно пропиталось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.